В эфире дежурный по городу. Мы показываем то, на что почему-то ответственные организации закрывают глаза. Но ведь город имеет право знать. Садовая 54 уже несколько последних лет. Батареи в квартирах холодные. Нет отопления. Бывает иногда, что сверху батареи чуть-чуть теплые, а снизу вообще холодные, во всех комнатах. Но вот там в прихожке батареи совсем холодные. Вот. Значит, у нас сначала сосед. Ходил по всем инстанциям, писал толку никакого. Теперь в прошлом году начал муж писать. Был, значит, в администрации в районной. Был, ну, жил сервис и жил, это уже само собой обхожено все. Теперь в тепловых сетях. Теперь вот инспекция по жилу там. Вот. Вот все эти инстанции. Вот сейчас он пошел по второму кругу. И все обещали, что будет сделано, и все занимаются отписками. Да, в прокуратуру обращались, все пишут. Направили туда-то, направили в это самое, в ЖЭУ, направили в ПТО. Никакого. В этом году опять вот сосед в Англоте ходил, и в тепловые сети. В ЖЭУ ему вообще сказали, мы заниматься вами, не будем наше дело включить и выключить. И вот опять у нас началась зима. Вот результат. Такие же батареи, как там. С начала сезона. Один раз, видно, они для проверки, когда подключали, вот сверху чуть-чуть теплые были, снизу холодные. И вот все время вот такая ситуация у нас. Мы отапливаемся. Вот у меня камин, там камин и в той комнате обогреватель. Ходили в тепловые сети. Говори, муж, я говорю, ты сходи хотя бы поговори, чтобы с нас деньги тогда не брали. Все равно. Деньги берут, не топят. То есть мы туда гигантские деньги платим. И еще платим за обогреватели. Вот в этом месяце у нас уже на 3000 нагорел. Вот так вот каждый месяц у нас и каждый год. Вот 54-й дом, вот, ой, 54-й, 52-й, вот рядом труба торчит. Они окна открывают. Мы просили сделать от них нам оттопление. Вот. И в слесарях говорили, оттуда можно воздушкой везти. Ну, никого, видно, это не интересует. Вот все, значит, отвечают, что в зоне проверки исполнения предписания инспекции проведено, установлено, что предписание не исполнено. Дальше. Опять. Это топливоэнергетическое. Так. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству топливно-энергетическому комплексу охранения окружающих следов. Государственная жилищная инспекция еще раз отвечает, что должно быть исполнено в срок до 18 ноября. 2001-го 2018-го года. Уполномоченный по правам человека. Приемные общественные тоже пишут, что результаты рассмотрения будут направлены на ваш адрес. Глава администрации Самарского внутригородского района. Значит, в настоящее время находится на рассмотрении. Все находится на рассмотрении. Это было еще в том году даже, в 2017-м году. Самарская губернская дума. Дальше прокуратура Самарской области, что все документы направлены будут оштрафованы. Жилсервис. В общем, куча документов. И все с одного на другое перенагается. Все кончается инспекцией, ПТО и сервисом. И на этом все закончился. Новый круг начинается. Если вы устали от бездействия и безразличия ответственных служб, ваша проблема не решается со временем, пишите, звоните в нашу программу, и мы поможем вам обратить на себя внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok